Приветствую вас, дорогие друзья, и добро пожаловать обратно. Варлок ТД проходит оружие, охотница идёт в атаку, она одевает костюм серой лисички и идёт уничтожать всё, что движется. Вчерашний забег... Ну, знаете, мы проиграли на вчерашнем забеге, но я вам честно скажу, это был, наверное, один из самых моих любимых забегов за последнее время. Вот давно, блин, я такого удовольствия от забега не получал. Да, мы проиграли в конце, окей? Я соглашусь, что я там должен был играть намного лучше, чем играл. Но, тем не менее, блин, всё было, всё было просто отлично. Это вот такие забеги, это то, что делает оружие незабываемой игрой. И я не хочу сказать там... Это, конечно, всё пафосно звучит немножко, но вот именно такие забеги, блин, они меня радуют. Вот я пришёл вечером с работы, и у меня был просто офигительный забег по оружию. И это, честно говоря, сделало мой день. То есть у меня весь день был очень тяжёлый, там работа, вся фигня, я устал и так далее. И тому подобное. Бабушки в магазине смят краску, бесконечно требовали какую-то подозрительного вида. Ну, не бабушки подозрительного вида, хотя они тоже подозрительного вида. Они сто подолшина задумывали, планировали захватить мир. Может, это вообще были бабушки-киборги? Киборги, маскирующиеся под бабушек. Потому что, смотрите... Так, я ещё должен научиться мысли заканчивать. Так, заканчиваю мысль про оружие. Да, забег в оружие без шуток сделал мой день. И сделал следующий мой день намного лучше. Я в таком прекрасном настроении пришёл. Сегодня я отработал день. Чисто вот из-за вчерашнего забега вооружений. И это очень пафосно звучит. И это очень подозрительно звучит. Вот я вам говорю, это очень подозрительно звучит. Если вам не кажется, что это звучит подозрительно, это безумно звучит для тех, кто не играет в компьютерные игры. Это я вам говорю, как человек, который постоянно пока пытается своим сотрудникам, коллегам на работе рассказывать про своё увлечение компьютерными играми и записью видео на YouTube и так далее и тому подобное. Но запись видео на YouTube они ещё как-то понимают. Ну, потому что они сами там смотрят какой-нибудь, там, 100 советов, как сделать свою жизнь лучше или что-нибудь такое. Но очень-очень безумно звучит. В частности, снятие видео по компьютерным играм. Они не понимают. Это не делает их плохими людьми. Это не делает их тупыми или что-то такое. Я не пытаюсь это сказать. Я абсолютно не пытаюсь это сказать. Просто говорю, что люди не понимают, как можно смотреть, сидеть и смотреть, как другой человек играет. Ну, тем не менее. Это, вот, я опять перескочил с одной мысли на другую. Ну, что я сделаю? Это безумное сияние прекрасного разума. У меня других слов нет. Оно всё как-то летит. Летит в небеса. Моя мысль. Мои мысли, мои скакуны и другие песни Олега Газманова. Прямо очень вовремя. Олег Газманов. Самый популярный исполнитель 2010-х годов. А, да. И ещё одна мысль, которую я хотел... Ау. Которая у меня появилась и которую я хочу развить. Если бы роботы начали захватывать мир, либо инопланетяне начали захватывать мир. Они в фильмах всё время принимают облик каких-нибудь бизнесменов. Ну, например, вот известный такой облик инопланетных захватчиков. Высокие люди в деловых костюмах, в тёмных очках. Знаете, что? Это глупо со стороны инопланетян. Если бы я был инопланетянином, я бы, знаете, что зарядил? Я бы зарядил бабушек. Всех инопланетян, либо своих роботов, которые маскируются под людей. Я бы сделал бабушками нафиг. Бабушками и дедушками такими безобидными божьими одуванчиками. Вот это была бы идеальная маскировка. Никто не будет ожидать, что бабушка начнёт захватывать мир. А бабушки, они соберутся, толпой выйдут на демонстрацию. Типа первомайскую или ещё какую-нибудь. А потом нахрен раз и превращаются все в десятируких роботов-убийцы и нападают на администрацию президента. И потом мы вынуждены, как главный герой игры, их спасать. Ну, в смысле бабушек. От президента. Потому что мы же не можем атаковать бабушек. Они же такие хорошенькие. Я прозвучал здесь, как Зохан, когда эту фразу сказал. Что, в принципе, ничего плохого не имею. Ничего против бабушек, ничего против Зохана. Мир во всём мире. Мир и любовь. Love and peace, как говорит Триган. В смысле, ваш паникёр. Что мы хотим на этом заходе вооружения? Не знаю. Мы хотим всех убить, всё забрать. Это как минимум. А как максимум мы хотим снова начать нашу серию побед в 2005 раз. Ну, я понимаю, что я, наверное, не готов к сериям побед. Я себе вот это говорю уже. Мы должны несколько раз подряд побеждать. Я не готов. Ну, как бы все падают в первый раз, да? Все в первый раз не могут перепрыгнуть с одного здания на другое в матрице. Но тут дело ещё немножко в другом. Тут, конечно, уже не первый раз. И вроде как у меня уже должен быть опыт и всё такое. Я уже не должен бояться. И должен действовать на автомате. Но... Тут проблема ещё в том, что мне надо изучить этого лича. У меня вот главная затычка это лич. О, прах стрелка. Окей. Главная затычка это лич. И... Он всегда, блин, будет этой затычкой. Я так чувствую вооружение. Но... Сейчас, вот в час. Опа-па. Ну, что я вам скажу. Я вообще не ожидал, что эта чайка здесь будет. Почему я не ожидал, что она там будет? Хотя я... Я, по-моему, вот эту комнату плохо знаю просто с чайкой. А вечно тут... Мне кажется, что это самая лёгкая, наверное, комната для боя с чайкой. Почему-то, по какой-то непонятной причине, меня ввело в... Панику. Вот это её появление посреди комнаты. Я такой бежал, бежал и думаю... Почему-то мой мозг начал думать, что чайки там сейчас не будет. Без понятия почему. Давайте больше так не будем делать. Ну, что я думаю про прах стрелка? Я не люблю это оружие. Оно никогда не будет со мной. Мы, к сожалению, не созданы друг для друга. Я не понимаю смысл праха стрелка. Ну, призывает он этих своих призванных прахов стрелковых. Ну, и чё? Ну, есть у тебя вот прах стрелка, брат. Ну, и что ты сделаешь с этим прахом? А вот призову много призванных чуваков, и они убьют босса. А я считаю, что в силах скорострельных оружия, брат. Ну, короче, не понимаю этот прах стрелка. Ну, да, он убил нам первого босса довольно быстро, но... Недостаточно быстро, по моему мнению. Так, где моя секретная комната? Здесь секретной комнаты нет. Что мы хотим в магазине? Хотим ли мы купить сталтехнику прицела? В прошлый раз вот мы её проигнорировали, и к чему это привело? Ах, 25 плюс 35, и там чуть-чуть не хватает, да? 30, подожди, 40. И 61, одной деньги не хватает, чтобы купить сталтехнику прицела. Ну, хрен с ней. Я куплю ключ и пойду дальше. Может, это немножко скучновато, конечно. То, что я тут сталтехнику прицела не покупаю. Может, это немножко скучновато. Но, если честно, я не считаю её достойным дополнением к нашей комбинации сейчас. Нам сейчас оружие нужно. У нас есть... Да, у нас есть, кстати, винт. Отличное антибоссовое оружие. Что у нас тут антибоссовых оружий насобиралось? Ну, как винт отличное. Винт хорошее антибоссовое оружие. Очень экономное антибоссовое оружие против стационарных боссов. Против дракона винт отличный. Винт убивает дракона. То есть, оружие антидраконовое у нас есть. Ну, как оно антидраконовое? Ну, он... Винт очень долго убивает дракона. Он убивает его в итоге. После тысячи лет мучений он убьёт этого дракона. Дракон будет умирать долго. Больно ему будет. И мне его будет очень жалко. И поэтому я не смогу спокойно на это смотреть. И мне придётся что-то сделать. Винт, ты понимаешь? Всему есть предел. Так, винт убей вот эту тварь. Тоже. О, видите? Винт в комнатах практически бесполезен. Потому что любая ситуация, где у нас не полностью открытое пространство, где какой-нибудь небольшой коридорчик и всё. Винт сразу идёт нафиг. Потому что сразу половина его урона обрезается в стенку. Я ещё, кстати, не знаю. Может, у винта вообще фишка, что если только один из его патронов попадает в противника, тогда он ещё меньше урона наносит или что-нибудь такое. Ну, у меня примерно такое чувство, что винт хорош только на боссах. Ну, или против таких вот сильных противников. Я не знаю, можно его использовать. Всё равно у нас полно антибоссовых оружий. Мы можем спокойно позволить себя использовать на более сильных противниках. Например, тот же винт. И даже вот эти большие рыцари-орехи, они всё равно... Опа, осторожно. Они всё равно как-то неудобно их убивать винтом. Даже рыцари-орехов. Даже вокруг них винт облетает. Я уже молчу про обычных врагов, которые как бы совсем уж маленькие или даже средние по размеру. Опа-па-па-па-па-па. Спокойно. Ну, нам пока что на этом этаже бояться нечего. То есть, нам тут не грозит смерть от пули врага. Но, сказал я и тут же получил выстрел в лицо. Ну, что я вам скажу. Ну, сейчас я чуть разомнусь. Видимо, кофе ещё не начало поступать в мою кровеносную систему. Кроветворную систему и кровоопускательную систему. Где мой кофе? Я чуть-чуть, конечно, подождал слишком долго с этим кофе. Он уже такой холодноват. Я люблю кофе горячим. Либо совсем холодным. Ну, холодным я люблю холодный кофе. Но, к сожалению, обычный кофе плохо подходит для того, чтобы его пить холодным. Какой-нибудь должен быть специальный айс кофе. Айс, айс кофе. Айс, айс кофе. В общем, этот айс кофе должен быть какой-то специальный. Насколько я знаю. Я такой ни разу не покупал. Потому что, по-моему, он у меня в магазинах. Тут нигде поблизости не продаётся. Этот айс кофе. Ну, или продаётся. И стоит столько денег, что я его на полке вижу и говорю. Нет, ребята. Как-нибудь в другой раз. Когда я начну снимать видео про Майнкрафт и получу славу Пьюди Пая, тогда вот я, может быть, начну покупать айс кофе. А пока что как-нибудь так перебьёмся. Ну, я, конечно, шучу. Я бы не хотел славу Пьюди Пая. Вы видели, как он несмешные видео снимает. Ну, я очень уважаю этого парня. Я понимаю, что про него много говорят. Типа, вот, у него там ленивые видео и всё такое. Он просто ржёт в камеру и его все смотрят. Ну, а я, я, я немножко не согласен с этим, с этой постановкой вопроса. Я всё-таки думаю, что он молодец. И, как бы, не надо на него наезжать. Ну, можно критиковать всё. Говорить, что вот ты сам попробуй сними видео или там набери миллион подписчиков, а потом критикуй. Это, кстати, чуть-чуть неправильная постановка вопроса. Точнее, это не чуть-чуть неправильная, а абсолютно неправильная постановка вопроса. Тогда можно сказать, вот, зачем ты критикуешь фильм Бэтмен против Супермена? Ты, вот, попробуй сначала сними сам хоть один фильм, а потом начинай критиковать. О, не-не-не, так не делается. Критика, она на то и есть, чтобы её могли говорить пользователи, а не создатели. Потому что создатель никогда не сможет хорошо критиковать. Создатель, он предвзято относится. Так же, как вот я предвзято отношусь к PewDiePie, потому что, ну, я сам видео как бы делаю и понимаю, насколько это сложно и насколько у него хороши актёрские навыки. Ну, на самом деле не понимаю ни хрена. Но мне хочется верить, что понимаю в какой-то степени. И поэтому я уважаю работу даже вот таких ютуберов, которые в псевдоинтеллектуальных кругах дискуссий на форумах считаются подозрительными. Мы купим пушечник. Мы купим пушечник, это будет наше антикомнатное оружие. Я жалею об этом тут же, я бы лучше, блин, купил штамм от дробомеда, но это всё фигня. Можно нам получится ещё штамм украсть. Ну, купил бы я штамм или пушечник. Я бы, наверное, купил штамм. Но, может быть, мы на штамм бы и не насобирали денег, а так мы и насобирали денег. Кстати, мы открыли красный сундук и там была змея-пушка. Та змея-пушка, которая превращает противника в змей. Змеи-дел. По-моему, у нас этого змея никогда не было. Змеи-дела. По-моему, у нас его никогда не было нафиг. Поэтому я очень-очень хочу посмотреть, что он нам даст. Так, это медуза. Это медуза напротив. Самая медузная медуза. Я не знаю, как против неё будет действовать оружие, которое призывает призраков. Но я попробую его использовать. А не знаю, смотрите. Ну, вот не понимаю я фишку этого призрачного оружия. В чём? В чём смысл? Ну, бьют эти призраки, собственно, медузу. Ну, что-то так себе бьют, если честно. В чём, в чём, в чём фишка? Мне кто-нибудь объяснит? Наверное, кто-нибудь объяснит. Наверное, я чё-то критически не понимаю. Может, надо, чтобы призраки проходили сквозь неё своими телами. Может быть. Ну, оно и хороший урон наносит. Но недостаточный для того, чтобы я был доволен и счастлив. Красное сердце. У, шлем, оружие рыцаря, увеличение здоровья и патроны. Патроны, кстати, мы возьмём как раз на пушку праховую. На прах стрелка. И два ключа у нас есть теперь. Хорошо, хорошо, отлично. Я бы сказал, отлично. Не просто хорошо, отлично. Патроны. Ну, патроны я бы предпочёл ещё один ключ вместо патронов. Но тут уже выбирать не приходится. И мы ещё один сундук на этом этаже можем открыть. Змеедел. А, Змеедел, насколько я помню, он превращает противников в змей. Иногда. Так же вот, как в куриц превращают оружие. А этот превращают в змей. Причём он скорострельный, достаточно точный. Ну, вообще такое хорошее оружие. Чисто. Чисто конкретно хорошее оружие. Без всяких глупых штук. И у нас есть пушечник. Я пушечник начну использовать на следующем этаже. На этом этаже я поиспользую Феникс. Просто для того, чтобы потратить на него патроны. Плюс мне нравится Феникс. Я много раз говорил, что я ненавижу Феникс. Что я его считаю отстойным оружием. Мне нравится Феникс вначале, потому что его можно применять двумя способами. Можно стрелять на него просто, как из пистолета. А можно пытаться поджигать противников, как из ближнебойного огнемёта. Так, у нас здесь будет оружие в синем сундуке, да? Потому что там... Стоп. Нет. Тут будет пассив. Открываем. Лазерный прицел. Окей. Лазерный прицел это всегда хорошо. Есть ли у нас какое-то оружие, которое от лазерного прицела дополнительные бонусы получает? По-моему, нет. Ещё раз в магазин. Что ты мне скажешь? Ты мне скажешь, что тебя ещё не убили. Ну, я надеюсь, что тебя тоже ещё не убили, мистер торгует. Хотя с такими наездами этот день недалеко находится. Я не знаю, где секретная комната. Я долбанул вот здесь. Здесь её не было. Окей. Мы ещё ни одной секретной комнаты не нашли. Ну, ладно. Погнали дальше. Вообще, этот этаж прошёл хорошо. Главная находка здесь это шлем оружия рыцаря. Так, теперь нужно чётко поставить перед собой задачу. Мы объявляем себя участниками ордена защиты брони. Мы посвящаем себя защите брони. Защите брони. И мы будем это делать всем сердцем и душой. Мы клянёмся на этом святом алтаре. Вечно хранить броню. Не допускать уничтожения её никакими противниками оружия. Вот эти кубы нам не смогут помешать. В общем, я хочу сказать, что нам нужно накопить брони. Что наша фишка, что у нас есть шлем оружия рыцаря. И если мы сможем эту броню сохранить до поздней игры, у нас не должно быть вообще никаких проблем с выживаемостью. Потому что броня это не только ценный мех, но это ещё и защита от многих атак. Так, в частности, наличие броня очень хороша на второй фазе. Потому что на второй фазе вот та атака лича, которая второфазная атака, которая у меня самые большие проблемы вызывает. У неё фишка именно в том, что она может несколько ударов нанести. Если ты провтыкиваешь на второй фазе двухстороннюю атаку, то ты не просто получаешь урон, ты получаешь несколько ударов. Гарантированно. Если у тебя нет пустышек, либо брони. А когда у тебя есть броня, даже если пустышек не будет, то всё будет окей. Так, а вот эти патроны нам нужны для чего? Я даже не знаю, для феникса. Феникс я собираюсь продавать при случае. Давайте возьмём для... лучше несколько для винта патронов. Ну а пушечник это наше основное сейчас оружие. Но я вот так вот подумал, что наверное надо было патроны для пушечника взять и не провтыкивать эту броню. Я не буду, конечно, прям уже расстраиваться, если мы её будем провтыкивать. Но лучше постараться этого не делать. Лучше постараться вообще жить свою жизнь идеально, всегда всем помогать, всегда уступать бабушкам место в транспорте. Всегда любить своих ближних и всё такое, но это не всегда возможно. А нужно ли нам оружие? Да? Нет. Нам нужны пассивные предметы. Так что мы идём сначала открывать сундуки, а потом пойдём в комнату с боссом. Я сделал вывод, что нам нужны всё-таки пассивные предметы, а не оружие. У нас есть пушечник. У нас есть пушечник, и он нас будет тащить, знак вопроса, до пятого этажа. На пятом этаже пушечник сам по себе уже становится немножко слабоват. То есть ему уже нужно подкрепление какое-то. Вот именно это подкрепление я и хочу попытаться раздобыть, подбирая пассивные предметы. Либо активные. Активные предметы меня тоже устроят. Всё что угодно, что поможет нам в зачистке комнат. Так, этот ключ я пока что оставлю на земле, не забыть его подобрать. Сейчас заходим в магазин и сразу возвращаемся за ключом. Я даже смотреть не буду. Ключ. Потому что бывает, бывает, что я его там забываю. И по-моему там есть торговец. А нет, не торговец, пожиратель оружия. И морозная амулет амуниции. Вот, пожиратель оружия и то, что нужно. Скармливаем сюда арбалет. И скармливаем сюда феникс. Вот сейчас посмотрим. Если пожиратель даст нам деревянное оружие, то я расстроюсь. Он дал нам деревянное оружие. Судя по всему, пожиратель действительно даёт оружие в зависимости от того, какие оружия ты ему скармливаешь. Всё-таки, видимо, так. Потому что он нам дал буллет. К сожалению. Сказать, что я ненавижу буллет, это не сказать ничего. Так, тут у нас есть две пустышки. Если мы захотим раздобыться пустышками, у нас все шансы. Две пустышки и синий сундук закрытые. Я не скажу, что я большой фанат этого варианта. Потому что нам ещё два сундука на этом этаже открывать. Но у нас, если что, продаются лишние ключи в... 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 Этому, как он называется? В магазине. В комнате с усатым дядькой. Тут фишка ещё вот в чём. Мы собираем комплект оружия рыцаря. То есть, у нас есть один кусок оружия рыцаря. Да, мы его получили довольно поздно. Поэтому шансов собрать весь комплект немного. И кошка мне прыгнула только что по голове. Прошлась, как этот... Как, блин, Дэдпул в бою. Пробежалась такая. А! А! Я горю! Я горю! Я горю! А! Детка, ты вся горишь. Я твой огнезушитель. Пышь-пышь. Эм... Да, у нас есть шансы собрать комплект оружия рыцаря. И для этого нам нужно ещё 4... 3... 3 детали от него. Это вполне реально, я бы сказал. А вот что нереально? Это вот, блин, выжить после... Так... Принятия решения так перекатываться. Ох, блин, да. Молодец. Защищал броню до последнего. Просто чемпион по защите брони. Ты уволен из ордена. Ну, этот комплект мы можем его собрать. Поэтому я немножко очкую деньги тратить. Потому что если нам попадётся в продаже этот кусок комплекта, то я буду расстроен, если не смогу его купить. С другой стороны... С другой стороны. Нам всё равно, мне кажется, реальнее его из сундуков будет. Я предполагаю, что когда ты получаешь один кусок оружия рыцаря, то увеличивается шанс зро по других кусков. Иначе его практически нереально собрать. Во-первых, пассивные предметы вооружения более редки, чем оружие. Ну, хотя вот это я беру с потолка, эту информацию. Но подозреваю, что они всё-таки более редки, чем оружие. И поэтому собрать из всех пассивных предметов четыре нужных... Я не знаю, шанс один на миллион. Но с другой стороны, там шанс один на миллион выпадения радужных сундуков. И они мне не выпали. До сих пор не один. Ни один сундук не поддался на мои уловки. О, Мимик. Здравствуйте, мистер Мимик. Давайте попробуем вас убить прахом стрелка, я не знаю. О, как они быстро его убили. И максимальное здоровье в Мимике. Это меня радует. Максимальное здоровье это есть хорошо. Всегда хорошо. Но, опять же, я бы предпочёл, если честно, кусок оружия рыцаря. Да, красное здоровье это более надёжный источник выживания. И всё равно я бы предпочёл кусок оружия рыцаря. Я хочу собрать комплект. У нас вот ни разу мы ещё не собирали кусок оружия рыцаря. Либо я предпочёл бы любой атакующий пассивный предмет. Но, дареному здоровью в зубы не смотрят. Кроме тех ситуаций, когда это здоровье было подарено дьяволом. Ну, когда ты заключаешь с дьяволом сделку, что будешь жить сто тысяч лет. Но тебя будут каждую ночь преследовать кошмары про то, как ты ужинаешь с Басковым. И потом Басков тебя приглашает к тебе в комнату. И потом в комнате он раздевается, раздевает тебя и начинает тебе бесконечно петь свои арии. И, в общем, и кроме всего прочего, когда я это говорил, я заметил, что у нас 69 гильз. Так что, хе-хе-хе, 69. Окей, буллет, найди мне секретную комнату. Ни одной секретной комнаты на этом забеге. Да я просто чемпион по отсутствию секретных комнат. Комиссар пустоты. Комиссар пустоты это оружие. Что я вам хочу сказать? Комиссар пустоты это стопудовое оружие. Покупаем ключ один и второй ключ купим после того, как босса убьем. Может быть мы откроем комнату с пустышками? Хотя я не уверен. Мы можем, если ее открывать, то ее открывать сейчас. Знаете, я это сделаю. Я это сделаю. Я набрав пустышек, я постараюсь гарантировать нам победу над боссом без получения урона. Это может быть плохое вложение ключей, но я рискну. Я рискну, я открою это, я открою это. И здесь был кусок оружия рыцаря. Это было абсолютно правильное решение. Абсолютно 100%, 210 тысяч процентов правильное решение. Я удивлен, что мне удалось его принять. Обычно я в этом не силен. В принятии правильных решений. Но я абсолютно счастлив, что у нас это есть. Кстати, прах стрелка будет очень хорош против танка. Потому что танк едет в нашу сторону. И он будет наезжать на этих прахострелковых чуваков. Не знаю, лучше это или хуже. Может лучше, чтобы он наоборот на месте стоял. Чтобы ему проще было как бы ориентироваться в пространстве. И пытаться наносить урон боссу. Но мы попробуем прах стрелка использовать здесь. И все равно другого применения ему не будет. Ну да, его можно применить на драконе. Там все такое. Вот как раз на драконе я думаю, что он будет слабоват. Мы будем долбить пустышки направо и налево. И прах стрелка мы будем стрелять без остановки. Мистер Пиро. Не желаете ли вы ответить сыру? А также мистер Бронидав. У вас нет шансов. Ну, прах стрелка хороший. Смотрите, он убивает босса. И с него можно не целиться. То есть мы стреляем, он сам попадает. Тут нам не требуется применять никакие умения для уничтожения босса. Нужно просто нажимать левую кнопку мышки. Но, с другой стороны, есть множество других оружий, которые делают примерно то же самое. Мы получаем наш первый активный предмет на сегодня. И это будет приманка-бомба. Далеко не мой любимый активный предмет, мягко говоря. На, как бы, на нет. Как говорится, и кота нет. Особенно в мешке. И у нас еще 40 денег. И две пустышки лишние. И первая секретная комната в этом забеге дает нам деревянный сундук, которым 5 денег. Ну, что, знаете, неплохо. Я просто куплю ключ и двинусь дальше. Можно купить броню, но я не буду этого делать. Броню можно купить, потому что нам сейчас дадут две брони при переходе на следующий этаж. Ключ, может, тоже не надо было покупать. Может, надо было деньги оставить на попытку купить кусок оружия рыцаря в магазине. По-моему, правда, куски оружия рыцаря могут продаваться только в обычном магазине. По-моему, ни один из специальных магазинов их не продает. Я не уверен насчет этого. Так, смотрите, какой расклад. Что мы хотим использовать в комнатах? Ну, вообще-то, пушечник пока нет. Пушечник, а вторым мы будем использовать, знаете что? Мы будем вторым использовать комиссар. Комиссары, комиссары, ваше сердце под... Фак, рифма, к слову комиссары. Ваше сердце у гусаров. Комиссары, комиссары. Какого хрена отдали вы сердце гусарам? Где-то здесь есть волшебник. И он нам нужен. Что ты хочешь себе у волшебника, железный дровосек? Я хочу себе нормальный, острый топор. Чтобы рубить головы своим врагам. Так, подожди, где волшебник? На. Пустите меня. Я воевал. Я в танке горел. Я летчик. Умрите, мистер скелет. Мистер скелет, вы слышите этот звук? Это звук вашей смерти. Меня зовут... Пождите. Сейчас, сейчас я эту шутку закончу. Стойте, стойте, стойте. Не двигайтесь. Противники. Где этот большой скелет? Нет, этот не он. Это не он. Это тоже не он. Нет, мне нужны не боссы, мне нужны противники. Ага. Блин! Черт, шутка уходит. Властелин могилы. Скелетрон. О, подожди, стойте. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас будет. Сейчас оно будет. Я уже почти здесь. Вот он, скелетрон. И смотрите, у него даже выражение лица похоже на выражение лица, когда нео вырывается из объятия агента Смита. Мистер скелет, вы слышите этот звук? Этот звук вашей смерти? Меня зовут... Скелетрон! Он... Тыщщ, и он вскакивает. Агента Смита отбрасывает. И агент Смит попадает под поезд. Но потом поезд останавливается и нео понимает, что это... Ну, в смысле, то есть я хотел сказать скелетрон? Какое нео? О чем вы? Скелетрон понимает, что, на самом деле, агент это, собственно, не персона. А просто программа, которая воплощается в других... Других Жителей матрицы, ну в общем все сложно Так, без единого Переката, окей, окей Без проблем, я ставлю 22 деньга А, у нас нет 22 деньга Вот мы эту ошибку уже совершали Мы уже совершали эту ошибку Мы, а у нас не было денег И мы не смогли сделать ставку И таким образом мы провтыкали Ну знаете что, насчет вот этой ставки Могут ли нам там дать кусок оружия рыцаря Вполне возможно, да, точно Король дает пассивные предметы Потому что это 100% Король дает пассивные предметы, в этом я уверен А, но Вот что я думаю, ребят А увеличивается ли шанс получить Куски оружия рыцаря с короля Или только с сундуков Я поставлю 10 баксов, ау На то, что с сундуков Именно шанс увеличивается А с короля он как был, таким и остается Ну практически нулевым 1% шанс получить Этот кусок оружия рыцаря Поэтому я предпочту сначала открыть все сундуки То есть гарантировать себе открытие всех сундуков на этом этаже И желательно запастись ключами на следующий этаж Для попытки сбора оружия рыцаря И, кстати, использую активный предмет, пожалуйста Окей, 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 окей Вот, синий сундук Открываем Порошее, здесь может быть оружие рыцаря Мы получаем охотник Охотник мне Не нравится Охотник мне не нравится И не потому что это плохое оружие А просто потому что Он обычное оружие, которое дает проклятие Ну вот я не понимаю, в чем фишка охотника, что он дает проклятие Ну, смотри, нет Я логически понимаю То есть в оружии проклятие дают оружие, которые не являются оружиями как таковыми Охотник, он является ближнебойным оружием То есть оружие по сюжету, если таковым это можно назвать Оружелье, оно не любит ближнебойное оружие То есть богохульство, например Ну, богохульство, по-моему, не дает проклятие Но это специальное оружие пули, да Не только богохульство Любое ближнебойное оружие Эскалибур Ну, короче, все, что в ближнем бою дерется Все получает проклятие И поэтому Собственно, охотник тоже получает проклятие Потому что он Как бы при перезарядке наносит удар И уничтожает пули противника В этом его фишка, да Он как бы наполовину защитное оружие Не только атакующие, но и защитное Ну, да, кстати, вот я сейчас попробовал это делать Это очень удобно То есть при желании мы можем включить перезарядку И у нас уничтожаются вражеские выстрелы Я вот только хотел в следующие 10 минут Рассказывать, как я не считаю охотник хорошим оружием И тут же подумав и попробовав делать Главную фишку этого оружия Я понял, как я был неправ То есть мы в любой момент, нажав пробел Можем уничтожить несколько вражеских выстрелов перед собой И это очень хорошо Сам по себе этот дробовичок слабоват Даже с повышенной точностью, которая у нас есть Он слабоват Патроны я возьму для пушечника Все-таки пушечник мне больше нравится Но мы будем использовать охотник по-прежнему Я называл этого все это время охотник, да? Он называется егерь Окей, это оружие называется егерь Я его называл охотником Егерь, охотник Все, один хрен Если вы егерь либо охотник, то я извиняюсь за то, что я вас назвал одним хреном Я не имел ничего против вас Я уважаю егерей Я не уважаю охотника в каком-то смысле Пока они не охотятся на маленьких серых лисичек Если вы охотник, который охотится на маленькую серую лисичку Простите Простите, у меня уважения к вам никакого нет Я понимаю, что это спорт и вся херня Найдите себе, блядь Ой, простите Я начинаю съезжать с катушек Окей? Я понимаю фишку охоты Я понимаю Да, это спорт Окей, это спорт Найдите себе другой спорт, ребят Окей? Найдите другой спорт, в котором не надо стрелять в маленьких серых лисичек Идите, я не знаю, мясником устроитесь на завод И там можно рубить свиней целыми толпами Пожалуйста Только лисичек оставьте в покое Ну или... Короче, вы поняли, да? Я не большой фанат уничтожения маленьких серых лисичек Поэтому Если вы любите охотиться на лисичек Я понимаю, почему вы это делаете Я все понимаю Я понимаю вашу логику Я не считаю, что вы злой человек Потому что вы злой человек Вы, наверное, отличный человек Сопутов, ты отличный человек Да, вот тот чувак, который охотится на серых лисичек Я знаю, ты классный парень Ты, наверное, прекрасный компанейский человек У тебя жена, дети, все такое Тем не менее Прости, но я абсолютно не одобряю твое хобби Стал бы я с тобой прям вот На ножах себя вести Если я узнал, что ты охотишься на лисичек Ну, знаешь, смотри Я бы, наверное, стал это не одобрять Если бы зашел разговор Я бы не одобрил Я бы так попросил Тебя Вот мне не рассказывать Про эту охоту Слушай, ну, ты занимаешься этим Занимайся Ты маньяк, да Ты убиваешь людей по ночам Ну, занимайся этим Блин Старайся, чтобы тебя не вычислили И все Не надо это афишировать Вот так же Ты убиваешь серых лисичек Ну, старайся это не афишировать Ну, при мне Я тебя попрошу, чтобы ты так не делал И все Ну, дальше я тебя и не стану То есть, я не стану тебе Постоянно это припоминать Потому что Опять же Я уверен, что ты это делаешь Не потому, что ты Злобный Злобная тварь Я надеюсь, что ты это делаешь Не потому, что ты Злобная тварь Вот Скорее всего, меня вообще Ни один охотник не смотрит Поэтому все это было зря И вообще, какие-то мы Темные темы начали затрагивать Все из этого Гребаного егеря Он не зря проклят Он не зря проклят Это оружие Разрушает жизни Так, до свидания До свидания Мой любимый город А, я почти попал От нак бесконечности Мы опять всю броню растирали Из меня рыцарь Рыцарь защиты брони Какой-то Так себе получился Мягко говоря Среднего уровня А, егер, кстати Надо выкинуть Ну, сейчас мы до магазина дойдем Будем надеяться Что там есть торговец И мы этот егер выкинем Либо продадим Я бы лучше, конечно, продал Даже лучше, наверное Его потащить дальше И При возможности Сдать его В соответствующей инстанции Где мой Блин А чё я жду? А, не Знаете, чё я жду? Я жду, если чё, пустышек Одна пустышка На четвертом этаже На боссе Это Маловато Кусок оружия Окей Окей Не, хрен там Злые пули Самонавидящиеся пули Окей Вот это А, мы нашли секретную комнату Да? Самонавидящиеся пули Это вот Это хорошо Это класс Самонавидящиеся пули Меня радуют По-любому Особенно это С пушечником Будет хорошо И с чем еще? А, я даже не знаю Можно А, с винтом С винтом Самонавидящиеся пули Будут очень хороши Да Так, без единого переката Я ставлю 22 деньги И отправляюсь В следующую комнату И знаете Поскольку тут Без единого переката Мы будем Комиссар пустоты Использовать Комиссар пустоты Он как-то поэто Повеселее В плане урона В секунду По-моему Я могу ошибаться Что-то, если честно У него урон так себе Пока что И мы не сделали Ни одного переката Нам выпали патроны Которые мы Я для егеря Не буду брать патроны Окей Окей Я возьму их Для Праха стрелка Есть Для винта Есть Для этого Есть Для всего Есть Я возьму Для егеря Патроны Дайте мне Кусок оружия Рыцаря Дробовик пустоты Еще один дробовик Ну У нас много оружия И у нас Много оружия Которые Хорошо Стакаются С лазерным Прицелом Так что В принципе Я доволен Кусок оружия Рыцаря Здесь не продается Здесь продается Хрен да ни хрена Ну 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 Что я вам скажу Мы просто Купим Ключ И Двинемся На босса Ну Хрен да ни хрена В магазине Продается Блин Гребаный Гребаная зеленая пушка Которая заряжается Я не помню Как она Заводится Скажите Как ее зовут Зеленую Эту пушку Конечно Тут красный Ну С самонаводящимися Выстрелами Кстати Красный Будет неплохо А может Знаете что Может против Красного Прах стрелка Будет хороший Может быть Может быть Вполне возможно У нас Одна пустышка Я не думаю Что мы можем Себе позволить Тратить ее Направо И налево Ну И я тут же Провтыкал ее Ну В смысле Провтыкал Использование Грамотно Этой пустышки Еще один удар Вот блин Этот красный Как он меня Раздражает Вы не представляете Себя Просто Слов нет Какой он Мудила Из нижнего Тагила Ну Тут Рассчитывать Не стоит Опять же Я на четвертом Этаже Никогда не Рассчитываю На идеальное Убийство Особенно Против Красного Против Стены Еще Да Против Шахмат Если есть Взрывное Оружие Да Против Красного Никогда Потому что Это Глупо Надежда Глупое Чувство Сказал Сэр Джуфингхали Я с ним Абсолютно Согласен На все 200% Этот череп Летит За мной Я надеялся Что от него Околюсь Но надежда Это глупое чувство Оу Окей Надо перестать Получать урон Я понял Я решил Прох стрелка Это херь собачья Мы переключаемся На винт И будем его Мочить винтом Оу Мой Бог Окей Совсем Плохо Оу Мы теряем Здоровье Мы теряем Здоровье Этот красный Даст нас Доконал Он победил Он победил меня Я был побежден Я был уничтожен Бастилия была взята Моя девственность была От меня отобрана Моя честь была разрушена Я выбрал не ту чашу Святого Грааля Теперь я расплавлюсь и превращусь в скелеты О боже, хватит исчезать Я научу тебя летать В зеркале мира исчезать Да я отшельник, маг и волшебник Тяжек мой крест Я заклинаю и превращаю в золото ртуть Стану тобою Ты станешь мною вечным сыном Красного, блин, ублюдка Который все время исчезает Ну что ты будешь делать с ним, а? Ну и конечно же Это один из тех боссов, против которых Винт практически бесполезен Но, к счастью, это последний босс Против которого будет Винт мало полезен О, я боюсь Как бы это не стал последним боссом в нашей жизни Давайте попробуем егерь Давайте попробуем егерь И будем разбивать выстрелы этого Выстрелы этого ублюдка Своими ударами Я хотел сказать И тут же Начал провтыкивать О, и только половинка здоровья из него выпала Ну, что я вам скажу Мега рука Нам выпала мега рука Окей Окей Мега рука Это классно Мега рука Это супер Я не знаю, почему я звучу как Неблагодарный мудак Но мега рука Это отличное оружие Самое лучшее Ну, самое лучшее Героиня, возможно Самое лучшее антикомнатное оружие Ну и то не самое лучшее антикомнатное оружие А самое экономное И при этом хорошее Антикомнатное оружие Смотрю я вот на это все дело И нам, если честно Лича убивать особо нечего То есть у нас, конечно, этот Есть как бы Очень экономное антибоссовое оружие Винт Ну а если нам нужна не экономия, а Скорость уничтожения в цели Тогда тут винт не очень прокатит И, кстати, знаете, что еще? Надо этот Арбалет, который егерь выкинуть, наверное Он нам... Я не думаю, что мы Будем его использовать Окей, я его выбрасываю Я его выбрасываю Я понимаю, что это глупо Выбрасывать оружие вот так направо и налево Но поймите меня правильно Он дает проклятие Нам сейчас нужно, если честно, чтобы игра Дропнула штук 5 красных сердец Чтобы все было у нас окей Нам нужно, чтобы игра дропала красные сердца Ну, естественно, кроме этого Надо еще не получать урона Да, было бы очень неплохо Но если игра начнет дропать красные сердца Я буду счастлив И... Ну и я сильно запорол Я сильно запорол бой против красного, но... Опять же, я еще раз повторюсь, что я не уверен, что бой против красного можно рассчитывать Не то, что даже идеально его убить Можно рассчитывать Можно рассчитывать, что можно даже рассчитывать особо не получить на нем урона Мне кажется, что так делать не стоит Мне кажется, что лучше сразу расчет проводить Вау! Я перепрыгнул его руку Знаете, я использую пустышку здесь, потому что... Мне кажется, что нам сейчас... Важнее не получать урон, чем пытаться сэкономить пустышки на дракона Эта броня, которую мы можем сохранить Она для нас будет супер критична Я думаю, что нам нужно попытаться сохранить нашу броню всеми силами Если у нас будет на шестом этаже хотя бы пять броней Я не знаю, откуда я число это взял Видимо, из своей симпатичной волосатой головы А вы думали, я что скажу? Что вы думали, я скажу? Но... В общем, расклад такой Винт Прах стрелка Один хрен Хрен редкий, не слаще Что одно, что другое Что видно, что прах стрелка далеко не мои любимые оружия Да, мы можем на лече использовать прах стрелка довольно эффективно Окей, знаете что? Этих ребят надо убить срочно Мы не можем позволить себя тут зажать Мы их будем в змей превращать Ооо, пожалуйста Превращатель в змей Ооо, мой бог Что-то я не знаю, ну что за превращателя змей Что он вообще делает Что за фигня Ну, он попревращал их змей Но как-то он странно стреляет Что в нем мало патронов, что ли? Да вроде нормально Что-то я вот не понял Я его, кстати, ни разу не применял так вот, чтобы Долго с ним ходить Но мы его попробуем Мы его испытаем на На следующем этаже Пока что мы с мега рукой будем ходить Что может быть, кстати, тоже глупо Может нам нужно постараться применять этот метатель змей Раз мы пытаемся здоровье экономить Но, думаю, на кузнице можно позволить себе экономить Немножко Конечно, в аду уже особо не поэкономишь В аду Нам нужно будет Выложить все Все наши карты на стол И А потом окажется, что у нас нахрен Стрита у Лича фулл хаус Окей, мы нашли босса сразу Ах Думай, Василий Думай Михалыч Думай Я пойду на него Я пойду Я пойду с винтом Не с прахом стрелка Нет, пойду с прахом стрелка Мы испытаем Мы испытаем прах стрелка на драконе Моя приманка чуть не нанесла мне урон Он два раза подряд, что ли, атакует этой хренью Мы испытаем прах стрелка на драконе И Ну, мы это делаем ради научного эксперимента И знаете, мы будем его испытывать Когда мы будем ставить дракону Эмм Близко Когда мы далеко от дракона Мы будем использовать винт А вот тут я вообще лучше не атаковал Тут надо сосредоточиться сейчас на уклонении Мистер дракон Фраг стрелка Окей Включаем Напускаем на него ублюдков Маленьких синеньких призраков Почему они ублюдки? Я не знаю Они вроде на моей стороне Что я на них наезжаю? Ну, это по-дружески Знаете, как вот это Ах ты, гребаный ублюдок Выходи гулять Ах ты Мудила Не выйду Ну, как кенты делают, да? А мы большие кенты с этим С этими призраками Эмм Я не знаю, чем мне убивать этих ребят Их так много Они так хотят танцевать Давайте Так, еще раз Прах стрелка 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 Прах Закончился Все, винт Переходим на винт Ну все Мы прекратили выделываться с оружием Мы будем просто винтом стрелять Я надеюсь, что все будет Окей Вот Я приманку специально оставлял На вот эту атаку Приманка работает на этой атаке Я собираюсь ее применять Именно на нее Чтобы не тратить пустышки Пустышки на ножи оставляем Которые, я надеюсь, дракон вообще не собирается использовать Так Вот эту хрень надо убить дробовиком Мистер дробовик Убей их Убей их всех Хорошо Так И снова включаем винт И поливаем винтом Винт Заражайся Винт От винта Ааа Собака-барабака Преврати ее в змею Молодец Молодец Уууу Приманка не заряжена Будет плохо Сейчас мне будет больно Сейчас меня покормят Ааа У меня не было пустышки Ааа Окей Окей, мистер Окей Слушайте Ну, я думаю, что все равно Это было правильное решение Сейчас идти на дракона Это решение в основном Принималось для того Чтобы у нас была возможность Перезарядить наши пушки До того, как мы пойдем На следующий этаж И я уже жалею Об этом решении Потому что нахрен Нас сейчас убьют Чертаем собачьи Окей Лучший игрок Вооружения в мире Вот это Последние 10 секунд Этого боя По-моему Затмевают все Что происходило На всем этом забеге Я лучший И мне Не стыдно это признаться Я думаю, даже на Олимпиаду Должен был я ехать А не эти неудачники О, Михалыч Ну, ты даешь сегодня Мы это будем Сердце убивать Из дробовика По-моему Это самая лучшая идея А потом мы немножко Из комиссара пустоты Будем стрелять Перезаряем дробовик Хорошо Перекат направо Наверх Еще раз Наверх Назад И наверх И наверх И наверх И наверх И наверх И наверх Ну А, дракоша Ну, этот Мы не получили Увеличение здоровья Но Я не знаю Правильно ли это было решение Я думаю, что правильно Я думаю, что все равно Правильное решение Было пойти То, что мы Не получили Увеличение здоровья Здесь Моя вина И Может ли нам стоить победы Это мое решение Возможно Возможно Не стану отрицать Особенно после вот этого удара Который нам последнюю броню потерял Все может Что может быть Эх Ну ладно Мы не будем унывать Потому что мы Очень позитивные Маленькие бобрятки Да, блин Вот, хрен Я по микрофону Опять ударил стулом Надо что мне сделать С этой стойкой для микрофона Она стоит справа от стула И я И у нее одна из треног Одна нога из треноги Блин Прямо вот между ножками Моего стула Я ничего не могу С собой поделать Я на стуле Все время Езжу туда-сюда И Ударяю эту Треногу А потом Полит Ах Нога у треноги болит Я знаю Я умею чувствовать Настроение предмета Это одна из моих Супер сил Половинка здоровья О, спасибо игра Я люблю тебя До слез Белый лебедь на пруду И вся фигня Я возьму патроны Для праха стрелка Я понять не имею На кой черт они мне нужны Вот честно Я не знаю Где я его буду применять Но я возьму для него патроны Ну В магазине Мы 99% Что мы купим Просто кучу Здоровья Знаете что я еще хочу Я еще хочу Чтоб нам В сундуках Ничего Кроме предметов Которые нас лечат Не выпадало Нафиг Вот без шуток Вместо оружий Вместо каких-то там Супер-пупер Уничтожающих Все комнаты Активных предметов Мне просто нужно Хорошее лечение Просто нужно Чтобы у меня был Хотя бы один друг Настоящий Не этот искусственный Из пластика Этот из пластика Уже весь грязный Открываем Это мутация Мутация кстати Показала себя Отличным оружием С проникающими выстрелами У нас нет проникающих выстрелов Правда Так что я не знаю К чему я это вспомнил Тем не менее Она показала себя Хорошим оружием Ух ты Вааа Используй приманку Окей? Окей Примени Приманку Варлак Хотя бы раз в своей жизни Делай правильную Сделай правильную Выбору Магазин Брокколи Ой хрен нам это Брокколи Ракетные пули Очень хорошо Только половина Сердца в продаже Ах Ненавижу Почему у тебя только Половинка сердца Поддается Подруга Дней моих суровых Что я куплю Ракетные пули Или половинку сердца Дело в том Что половинка сердца Я не уверен Что она нас спасет Я вообще не уверен Что она нас спасет Нахрен Может как бы Дробовик пустоты Если я начну его использовать В ситуациях Когда у нас Опасно Становится Может быть Знаете что Секретная комната Нас может спасти Если мы ее найдем Так что Надо применить Все свои знания И умения Для поиска Секретной комнаты Второй предмет У нас будет Пассивный Либо активный Ну вот тут я рассчитываю Что у нас будет Что нибудь лечащее Обычная аптечка И то была бы Большим подспорьем Что угодно Что угодно Что пополнит нам Здоровье Ребята Тусуйтесь Вы не понимаете У меня нет для вас Времени, сил и желания Я должен всех убить И все забрать Так Половинка красного сердца Еще одна Это окей А еще песик Нас может спасти Если песик Начнет мне выкапывать Из земли Что нибудь хорошее Например Ах ты сука Вы это видели По-моему Я сегодня Чисто из-за своих Вот этих маневров Некоторых Которые я сегодня Умудрился сделать Непонятно как По-моему Я могу считаться Считать этот Эпизод победы Автоматической То есть То есть то что Я только что сделал Смотрите Вы такого Больше никогда Не увидите Это по-моему Было Самый быстрый Пример Логического Мышления В истории Человечества Что за покемон Барабанный магазин Универсальный размер Что Вылечивает размер Обоймы Ну Мягко говоря Хрень Ох И у нас денег Нету на ракетные Пули Я бы хотел Ракетные пули Очень хотел бы Мы их не можем Купить Мы можем Купить патроны И полинку Сердца Либо пустышку Я если честно Лучше пустышку Бы купил Только Где моя секретная комната Мы Короче сейчас будем Искать секретную комнату Я понимаю Что это самый Любимый сегмент Моих видео Поиск секретных комнат Но Я не думаю Что у нас есть варианты Я не думаю Что у нас есть варианты Мы Мы либо ищем Секретную комнату Либо мы Нахрен Делаем вид Что мы Все сделали Для победы На самом деле Мы Ничего не сделали Для победы Ни одного шпиона Не поймали Как так Ни одного Соседа Кляузу Не написали Это вам Так Советский Союз Не построишь Где Где она Где она Где она Пожалуйста Игра Сжалься Я прошу тебя Игра Будь купидоном Моим Пусти мне Стрелу любви Поймаешь О чем я Я прошу тебя Не заставляю Меня До конца Жизни Стрелять В эти Гребаные Стены Фак Я не знаю Где тут Вот здесь Где-то Наверное Может быть Я надеюсь Что буллет Находит Блин Фигаретные Комнаты Иначе Кто-то Умрет Сегодня И еще Я Может Я Пропустил У меня Такое Бывает Когда я Ищу Секретные Комнаты Я Стреляю В стену Там Трещина Появляется Я Дальше Продолжаю Бежать Это Мы Умеем Вот Особенно Когда Сверху Ах Я Не вижу Здесь Трещины Ну Окей Знаешь Что Мы Ищем Вот Здесь И Все И И Вот Вот Эту Еще Большую Комнату Мы Обыскиваем И Все А Здесь Не Может Быть И К тому же Там Хрень Вот Здесь Еще И И Вот Здесь Я Обещаю Все Сейчас Закончится Окей На нет И Суда Нет Игра Со мной Сотрудничать Не Хочет Знаешь Что Игра Я Тоже С тобой Сотрудничать Не Хочу Аль Тр4 Мы Купим Полвинку Сердца И Мы Купим Патроны Для Мегаруки Ну Видимо Для Мегаруки И Поедем Дальше Мы Поедем Мы Помчимся На Шестой Этаж Мы Поедем Мы Помчимся Прямо В Пулевой Ад И Пулевой Ад Нам Покажет Где Раки Зимуют Хм Какие У нас Шансы Ну Надо Не Забывать Что Нам Еще Две Брони Дадут Шансы Есть Скажем Так Блин Я опять Микрофон Ударил Окей Микрофон Я тебя сейчас Подвину Я извиняюсь За свой Большой Профессионализм Я вообще Лучше всех В Создании Видео Особенно В Технических Трудностях Я Мастер Нам Нужно Нам Нужно Чтоб Песик Начал Выкапывать Из земли Красные Сердца Большие Такие Жирные Красные Сердца Я надеюсь Он начнет Этим Заниматься Потому что Иначе Песик У нас С тобой Будет Серьезный Разговор С тобой С твоей Мамой И мы Змеедел Попробуем Использовать Посмотрим Что он Делает Он Должен Всех Превращать В Змей Если Он Не Будет Всех Змей Превращать То Я Верну Его Обратно В Течении Двух Так что Учтите Потому что Люди Которые Пытаются Мне впарить Краску Обратно В магазин Мне уже Надоели И блин Еще и Доказывай им Что ты Не верблюд Что они Не могут Этого Делать Хотят Хотят И все И хоть Ты Трестит Доказывать Будут До последнего Пока Ты их Не убьешь И не Закопаешь На заднем Дворе У меня Уже Весь Малярный Скотч Закончился Заматывать Им рты Перед Тем Пустышка Песик Это очень Хорошо Пустышка Это конечно Песик Не целое Красное Сердце Но это Очень Неплохо Так Смотрите Змея дел Разносит Комнаты Он Хорош Настолько Ли он Хорош Чтобы Затащить Нас Да Если нам Будут Регулярно Падать Патроны Если патроны Перестанут Падать У нас Если честно Будет Не так Много Других Хороших Оружий Да У нас Есть Мега Рука Да В любых Ситуациях Как бы Кто тут Еще остался Вот таких Одиночных Противников Которые Стоят За столбами И тусуются Не надо На них Тратить Хорошее Оружие Этих Ребят Мы можем Разделать Просто Мега Рукой Да Да Как вы Думаете Правильно Мы идем Я извиняюсь За свой Каш Ок Ок А Не 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 Ребята Преврати В змей В змей В змей В змей О Хорошо Что на этом этаже Есть такого Что нам Может помочь Есть Противники Которые Могут Нам Помочь Осознать Всю Тщетность Бытия Так Где он Э Воу 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 Выстрел Где противник Ага Вот там Есть Четвертая пустышка Пустышки для нас Не так важны Как целые Красные сердца Но пустышка Для нас Если честно На личе Наверное Лучше Чем Половинка Красного сердца Можно поспорить Здесь конечно Но мне кажется Что лучше О это моя любимая Комната Да точно Я люблю ее До слез Белый лебедь На пруду Ааа Качает Павшую Сестру Аа Нет Пожалуйста Прошу вас Не нужно Я сделаю все Я все верну Я найду деньги Дайте мне еще неделю Ох Змей дел Хорошее оружие Мало патронов 92 выстрела Осталось 96 Простите Так Там что скелет Мистер Искелетор Мы его превратили В череп что ли Он все еще жив Это не может быть Нет Мы его превратили В этот Змею окончательно Хорошо Отлично Так В какую сторону Мы тут идем Как вы думаете Правильно Неправильно Я думаю Правильно Я надеюсь Что правильно Так Оооо Моя любимая комната Ооо Ну тут Тут что это Тут две брони Мы потратили Ну что я могу сделать Я не знаю Как тут уклоняться В какую сторону Тут идти Может надо было Приманку Сразу использовать Еще чего Может надо было Блин С кем нибудь Переспать Перед тем Как на кастинг Идти Чтобы нас в этой комнате Не сильно Этот Шмонали Но Дело сделано Ребят Ловите Вот эту хрень Я думаю Вот против таких Толстых противников Самое то Использовать Ааа Использовать Превращатель в змей Но Если честно Если честно То против вот этой твари Точно стоит А против следующей Наверное нет Против вот этого Алтаря Стреляющего Из-за револьверов Я думаю Что мега рука Покатит Дешево и сердито Чтиной покрыто Куда патроны Летите Самонаводящиеся Эти самонаводящиеся Патроны Они если честно Что-то не в ту сторону Летят периодически Ну Песик Ты мне дал Вот сейчас патроны Ты понимаешь Что это может быть Ой патроны Ключ ты мне дал Ты понимаешь Что это может быть Последняя ошибка В твоей жизни Как бы Мы тут не одобряем Такую хрень Окей Мега рука В автоматическом режиме Что-то новенькое Не-не-не-не Дэвид Блайн Ты не понимаешь Друзья Я сейчас На вас трачу Мега руку В автоматическом режиме Потому что Я нафиг Перепуган До смерти Так Ребята Мужики Девчонки Все Трансексуалы Бисексуалы Фух Мы живы Мы все еще живы У нас есть Змеи И это Хорошо Нам нужно убить Какашку И это Так себе То что Какашка там вот Сидит Где-то И стреляет Блин Оттуда Это Очень Очень неприятно Я вообще Это не одобряю Такие действия Со стороны Какашки Где она Да Я вот вторую Какашку Пытаюсь Вычислить Чтобы она Нам Не навела Тут шороху Да Дробовик Пустоты Для зачистки Вот эта мелочь Да 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 Злой Злой Второй Ключ Просто Чудно Игра Нам Дропает Ключи Ну Что я Игре По этому Поводу Можно сказать Если бы Игра В комплект К этим Ключам Нам Надропала Сундуков Я бы Не отказался Ок Еще одна Комната Средней Сложности Кто там Ну Вылезай Отлично Средняя Сложность Это для нас Сейчас То что Нужно Нам Сейчас Комнаты Высокой Сложности Не светят В качестве Победы Не имею Ввиду Ох Та-та-та-та 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 Получили удар мы Что я вам скажу Очередные удары Идут по нашей Многострадальной морде А Тут еще ты Да Хорошо О 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 Я люблю тебя Я люблю тебя Ты не представляешь Насколько Ну Опять же Мы идем Сейчас все Не в ту сторону Постоянно Это меня Мягко говоря Не радует Давайте Вот так Вот Когда Противники Толпой Стоят Вот это Самое То Окей Успели Убить его Быстрее Чем он Нас Секретная комната Там пожиратель Оружий Да Вообще Если честно Он нас интересует У нас есть оружие Которое мы точно Использовать не будем Окей Давайте попробуем Так У нас есть Булет Булет Мы сдадим Посмотрим Все еще Жаждет А я не уверен Что еще хочу Сдавать сюда Но попробуем Попробуем Перед тем Как на босса Идти Посмотрим Мега рука В атаку Ошибка Ошибка Большая ошибка Окей Ноль проблем Блин Все равно продолжаем Периодически урон получать И совсем не такой урон Который для нас Продуктивен То есть мы не получаем Урон в тех комнатах Где очень сложно Избирать урона Мы получаем В обычных комнатах Мы нашли буса 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 Мы нашли буса Буса Ошиба Ну мы можем его убить У нас есть 4 пустышки У нас есть приманка Насчет которой Вот я не уверен Где она для нас Будет полезна На какой фазе Личат И не забуду ли я ее Вообще использовать Нам не нужна там мега рука Мега руку мы не будем использовать Скармливаем Он все еще жаждет Что мы еще там использовать не будем Вот этот прах стрелка может Ата-та-та-та-та-та Я не знаю Слушайте Ну оружие без патронов Да? Змеи дел без патронов Точно Это он никогда не выплачивает мне Дивиденды Этот подгеребанный Извратитель Я не знаю Хочу ли я сюда еще скармливать Если честно У нас все остальные оружия Могут быть Полезны Ооо Ооо Мы ж не надо Не кради это Черт Он выплатил Он выплатил Остропушку Он дал мне Остропушку Окей Вау Я чуть ее там не оставил Вот это было бы жесть Меня бы Меня бы убила Секция комментариев На ютубе Я был бы уже мертв От одной негативной энергии Которая на меня бы излилась Вау Я как-то успел Обратить внимание В последний момент Так Ладно Окей Остропушка Это для второй И третьей фазы Будет Первую фазу Попробуем убить Чем Самое Дальнобойное Самое Скорострельное оружие Мутация Мутация Немножко неудобна Когда пытаешься Уклоняться От его выстрелов Но ее можно В перерыве Между его атаками Использовать У мутации Недостаточная дальность Окей Я понял Понял Где мой Где моя Вот Где моя Вот Шпурка Как она Называется Не помню Комиссар Как хрен Ты Стреляй Просто стреляй Просто уворачивайся Ничего не надо Выдумывать Не выдумывай Для тебя Никаких лишних Проблем Просто Просто Делай Своё дело Профессионал Знаешь свою работу Так Эм Чем мы хотим Вот этих ребят Убивать Ооо Это было Несправедливо Я считаю Что это было Абсолютно Несправедливо То что здесь Произошло Эм Комиссар Нет Комиссар А знаете что Пушечник Разбивать его Выстрелов Нет Пушечник Плохая идея Окей Перекатывайся Нет Стой Без Паники Окей Сосредоточимся Еще раз Дубль 2 Берем вот это Сносим Всю Мелочь Которую Он у нас Выстреливает Какую атаку Он готовит Не самую Приятную Комбинация С вот этой Атакой Вообще Практически Смертельна Хорошо Так Теперь нужно Добить Вот эту Хрень Давайте Попробуем Винт Винт С Самонаводящимися Выстрелами Должен Намного Более Надежен По идее Много Более Надежно Должен Попадать В Босса Все равно Как-то Косовато Он не Стреляет Если честно Ну Более Менее Хотя бы Знаете Что Я использую Здесь Пустышку Я не Доверяю Себе Не Получить Там Урона О Боже Нет Уходи 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 На ту сторону Да ты Умрешь Или нет Вдруг Мой Лич Дорогой Я люблю Тебя Конечно До слез Но в конце Концов Кончились Патроны На винт Что делать Михалыч Я медленно Смотрю Как у меня Перед лицом Это все Пролетает Дело Нам нужно Нам нужно Дробовик Пустоты И откинуть Их Не получилось Не получилось Окей Паникуем Остропушку Остропушку Я Я У нас Все оружие Дерьмо У нас Все оружие Кроме Остропушки Дерьмо Вот я Я вообще Не шучу Ни одной Нормальной Пушки Для боя С Личом Будем Будем Надеяться Что эта Остропушка Его убьет Ох ты Тварь Он Подловил Меня Он В очередной Раз Подловил Меня Нам Конец Мы убрём Вот на этой Фазе Да Вот Ну Я Я не знаю Что делать С этой фазой Наверное Мне надо Какой-то Тренажёр Для Фазы Лича И Вот Этого Режима Где он С двух сторон Пульки Выпускает Я Не могу От него Уклоняться И мне Нужно было Сюда Пустышки Оставить И мне Нужно было На первой Фазе Тупо На полную Использовать Астропушку И убить Как можно Скорее Я понял В чём Проблема Была Проблема Была В том Что у нас Оружия Были Абсолютно Не приспособлены Для уничтожения Первой Фазы Лича То есть Я хочу Сказать Что здесь Мне механического Навыка Точно Тоже Не хватило Для того Чтобы убить Вторую Фазу Но Хрен Там Тут ещё Главная Фишка В том Что я Сделал Неправильное Тактическое Решение И стратегическое И Сексуальное Когда В общем Когда Развернулся К этому Личу В общем Вы меня Поняли Да Смысл в том Что На первой Фазе Нужно было Применять Астропушку Убить Первую Фазу Как можно Быстрее А на Второй Фазе Нужно было Использовать Другие Оружия Потому что Все наши Хорошие Оружия Были Довольно Косые Это Дробовик Пустоты Это Кот Гудрон Кот Гудрон Косой В общем Кот Пришел Говорит Что Заканчивай Давай Видео Хватит Умничать Все И так Поняли Что Ты Неудачник Пытаешься Оправдываться Так что Я надеюсь Вам понравилось Это видео Если это так Поставьте Низу Лайк Оставьте Комментарии Ходите Смотреть Продолжение Конечно Подписывайтесь А я Благодарю Вас за просмотр Мы с вами Обязательно Увидимся В следующий Раз Если Кот Гудрон Не Сломает Мне Микрофон